Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Всех приглашаю за стол, а скорее на скамеечку, чтобы мы с вами это время провели вместе и поразмышляли, кем для нас является Бог. И вопрос сегодняшнего дня – Бог ваша надежда или повод к оправданию? Можно немножечко еще с другой стороны посмотреть на этот вопрос – что для вас или чем является благодать? Опять же, как повод к распутству, как говорил апостол Павел, или это источник силы, чтобы побеждать? Или тогда, когда мы где-то проиграли и говорим «благодать покроет». Поэтому я хочу вместе с вами сейчас с этим разобраться, кем для нас является Бог и Его производная благодать, как мы ею распоряжаемся. Ведь так бывает много раз мы слышим разные проповеди, разные мнения, разные позиции в христианском мире, когда люди, зная уже характер Бога или представляя Его частичную суть, так я скажу, прикрываются тем, чтобы постоянно оправдывать свои поражения. Но ведь если мы понимаем, что Откровение, книга Откровения, где идет речь о послании церквям в начале ее, а потом уже все остальное, выраженное в событиях, которые будут излиты на эту землю, то там Господь предлагает нам выйти в позицию победителей. И победитель — это не тот, который постоянно будет оправдывать свои недочеты, а победитель — это тот, который приходит к Богу как к источнику силы. И там, где у тебя ее не хватило, ты будешь брать от Бога для того, чтобы этот результат пришел в твою жизнь, исходя из его возможностей и от отношений с ним и с благодатью, который, как я уже сказала, является его производной. Бог благ, поэтому благодать исходит от него, благое даяние. А благое даяние — это то, чего нам с вами не достает. И поэтому не хватает терпения — скажи, Господь, мне нужна твоя благодать в эту мою часть жизни. Не хватает порядка — пригласи благодать туда, где тебе его не хватает. И Бог Духом Своим будет тебе подсказывать, что надо привести в соответствие, какой порядок навести в твоем режиме дня, какой порядок навести в твоем сердце, а потом во взаимоотношениях с другими людьми. То есть Бог начнет с главного. А главным является наше сердце, главным является наша суть. И поэтому Он работает сначала с нами, а потом с окружающими. Но часто нам кажется, что что-то у окружающих не так. Нам бы с ними, чтобы Бог поработал. А я и такой сойду. Но если ты понимаешь, что ты хочешь жить в других уже атмосферных кругах, по-другому ощущать себя в течение дня, то Господь говорит, хорошо, у тебя уже эта потребность созрела, и я буду работать именно с тобой. И поэтому я предлагаю вам, друзья, не искать Бога, как постоянно оправдывающий ваши падения. Конечно же, Бог милосерд был и остается. И даже милостив к неблагодарным и злым. Но неужели надо оставаться неблагодарным и злым, потому что Бог милостив. Как вы понимаете, что важно переходить на новую уже ступень взаимоотношений и становиться благодарным человеком. Становиться человеком, который стал добрее, чем вчера, способным быть более щедрым, чем вчера. И таким образом благодать дает нам силы это делать. Суть Божья, которая для нас открыта, дает нам возможности не остановиться там, где мы находимся. И поэтому я предлагаю вам сегодня посмотреть, а кем для меня Бог был до этого момента. Тогда, когда я постоянно к Нему приходил с какими-то вопросами, прости, помилуй, окажи твою благодать мне. Это хорошо, и Бог делает, но Он желает вместе с нами пройти к победе. И говорит, у меня для тебя все приготовлено, чтобы ты не оставался там, где ты есть сегодня. Я хочу, друзья, даже если вы уже побеждали, даже если вы уже далеко продвинулись, хочу вместе с вами помолиться, чтобы мы пошли еще дальше, чтобы мы продвинулись еще на новый уровень и поднялись на новую высоту. Небесный Отец, я благодарю тебя, что благодать для нас это сила, это источник для победы. И там, где мы раньше проигрывали, пусть в этом дне придут победы, пусть в этом дне придут результаты. И я благодарю тебя, что мы можем с тобой об этом говорить сегодня, потому что день начинается, и нам важно в течение дня не пропустить ни одной возможности, в которой ты хочешь нас чему-то научить. Помоги нам, Господь, твой голос услышать, твою природу неба обнаружить, твой характер узнать и не пропустить твои наставления. И я благодарю тебя, что ухо внимательное мы просим у тебя, очи, которые видят, мы просим у тебя, и разум, который разумеет, мы берем от твоего освящения. Я благодарю тебя за доступ во святилище, где все это для нас приготовлено уже для наступившего дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»